Престас, Шольц предлагает Украине план маршала, но с условием. Самое интересное то, что эту идею поддерживает и Макрон, ну и, соответственно, премьер-министр Италия Драга. Значит, смотрите, да, действительно, вот этот, когда был визит Шольца, Макрона в Киев, плюс собралась делегация, они действительно пытались уболтать Зеленского, чтобы Зеленский капитулировал перед Путиным. Ну, что-то капитулировать. Прекращение боевых действий, подписание мирного договора и с потерей территории Украины. Там уже даже в Кремле начинают разговоры, что мы на этой территории создадим еще свою Украину, Януковича поставим президентом. Да, да, такие разговоры есть. Ну, будет, не будет, маловероятно, но болтовня такая есть. Но, действительно, в данной ситуации лидеры Евросоюза очень, 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 очень хотят поражения Украины и как можно быстрее победы России. Но, давайте разложим все по полочке. Ну, знаешь, так по полному гамбургскому счету. Смотрите, экономика Германии теряет. Даже вопрос не сильно, ага, газ, нефть это не главное, рынок сбыта. Россия это большой рынок сбыта. Ну, вот понимаете, какая ситуация? В Германии производят Мерседесы, куда продавать? В Германии их не покупают, они очень дорогие. Для немцев Мерседес это не подъемно. В России без проблем. Так, шок. И как, что называется, топи. Ну, бабло немеряное. Да, вы скажете, маленькой прослойки. Вот эта прослойка, зараза, что называется, купляет Мерседес, когда пепельница забилась. Да, и вот такой нюанс. Плюс ко всему, поймите правильно, для Германии и Франции, ну и Италии, так выгодно что? Дешево покупать сырье в России, нефть, газ, уголь можно. И дорого продавать машины. Класс! Супер класс! Вот это и есть основа экономики Европы. Это и есть ради чего живут немецкие олигархи. Только прекращайте эти гнылые разговоры, что там нет олигархов. Там при власти олигархи. Бюргер, вы что, идиот что ли? Бюргер какой-то власть имеет. Вы власть имеете в России? Ни черта вы не имеете. В Германии тоже самое. Бюргер может, что он может. Канцлер раб олигархов. Ну не Бюргера, вы что, не понимаете? Кто его привел в классе? Кому он служит? Да, он играет дурочку. Он никогда не скажет, что это олигарх. Он выполняет указания немецких олигархов. А немецкие олигархи потеряли. Французские потеряли. Итальянские потеряли. Что надо сделать? Дать возможность пацанам заработать. Все по-честному. Все очень по-честному. Железно. Здесь нет сантиментов. Есть обычная вещь. Деньги. Ради денег люди живут. А ради чего? Лазунов. Да, вы что? Тряпок на транспарантов? Вы что? Ненормально. Деньги. Бат, что основа жизни. Да. И на сегодняшний момент, ну действительно. Тут не имеет значения, чтобы правильно понять. Не имеет значения, какая фамилия канцлера Германии. Любой канцлер, раб немецких олигархов. Ну президент Франции, раб французских олигархов. Ну итальянский соответственно. И да, на сегодняшний момент Шольцу позарез надо капитуляция Украины. Вот где горловое надо. Почему? Потому что ну все довольно просто. Как только Украина подписывает мирный договор или что-то подписывает, сразу же Германия говорит, ну все, 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 помирили, все замечательно, санкции. И немецкие пацаны, неплохо заработать. Причем смотри какая ситуация. Это здесь тоже, в общем-то, хороший раскладик для их. Путин как бы их подкупает. На сегодняшний момент Дим предложил супер льготные условия. Супер по поводу нефти, газа. Причем, что называется, ребята, давайте так. Вот почему вы хотите газ покупать в ближайшие 20 лет? За доллар? Вперед. Ну я, конечно, утрирую, но он согласен. То есть, понимаете, на сегодняшний момент фактически цель, ну ради войны, которую затеяли, достигнута. Действительно, ситуация в России критическая. И на сегодняшний момент, ну давайте скажем, это же не Путин, Кремль. Потому что там другие. Они согласны идти на уступки, большие уступки. По отношению к немецким льгармам, французским, итальянским. Согласны. Полностью. Они лечат согласны. Так, класс. Боже, как хорошо. Ах, как замечательно. Надо только войну закончить. Поэтому появляется план маршала. Ну это попытка, ну смотрите, да, не получилось. Так вот приехали, они думают, сейчас приедут, поговорят и болтают. Нет. Теперь они пошли так длиннее. Они что говорят? Значит так. Это не обращается к украинской власти. Что вот мы сейчас сделаем план маршала. То есть выделим деньги на восстановление экономики Украины. Вы так быстро, 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 быстро. Капитулируйте. И мы вам едим. Ну вообще-то по большому счету тут даже оно срабатывает. Смотрите. Они, ну вот, чтобы правильно поняли. Сейчас Россия действительно идет на колоссальный уступок. Ну вы слышали про демпинг по нефти, по газу. И практически на сегодняшний момент, на сегодняшний момент, да, действительно, фактически, Европа может, так она уже поставила на колени экономику России и диктовать свои условия. И цена по нефти, и цена по газу, и цена по всему. То есть они просто говорят, ребята, пожалуйста, вот так, 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 так. И Россия согласится. Я уже молчу про всякие преференции, типа, полностью открыть рынок России для немецких товаров. Всех. Начиная от Мерседеса, заканчивая отверточкой. Да, согласится, потому что, понимаете, какая ситуация, ну, Путина горловое. Он, ему надо, чтобы, ну, что действительно, понимаете, как, да, станции быстро не действуют. Но они, как бы, и он это понимает, он позарез хочет, чтобы, ну, давайте. И эти ребята говорят, о, сейчас, 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 да, сейчас на сегодняшний момент немецкие олигархи потеряли. Российские тоже. Но. Тут как раз вот этот нюанс. Но нужен позарез, позарез. Вот им нужен мир. Позарез. И по этой причине так считают. Хорошо. Значит, тут минус, тут плюс, тут минус. Все. Значит, давайте так. Вот у нас получится неплохой профит. И давайте мы эту часть профита, ну, предложим Украине, как такое, значит, откупного. Типа, вот давайте так. Мы вам дадим немножко деньжат. А вы быстренько, быстренько подписываете договор с Путиным. Отдаете часть территории. Плевать. Типа, ну, это ж не их территория, это наши. Соглашаетесь на все условия. То есть, все, 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 все. И да, вот такой план маршал. Вот такие условия. А вы что думаете? Ну, понимаете-ка, ситуация на сегодняшний момент, как вы понимаете, суммы всего плана маршала, которые называют, они громадные. Я бы даже называл их там секселионы, квадриллионы. То есть, понимаете, на сегодняшний момент любые суммы, там, 600 миллиардов, 700 миллиардов, любые. Этого не будет. Но, просто, сейчас, понятное дело, называют очень громадные цифры. Ну, во-первых, что-то, ну, приманить, сказать, ну, вот видите, вы получите 700 миллиардов долларов, 600. Ну, там, плевать. Да, конечно, вы проиграли, но зато, вы же понимаете. Ну, реально, конечно, ничего подобного не будет. Это, даже если, когда-то, после того, когда Украина все-таки победит, Россия, обращаю ваше внимание, победит, и будет план маршала, там, жалко, 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 там, такие ничтожные суммы, что, ну, все, бля, ну, сейчас, да. И вот сейчас, действительно, Шольц, ну, Шольц начал, то есть, понимаете, что, вот, Шольц как бы бросил, причем уверен, что согласовал с Кремлем, уверен. Сейчас Макрон, да, и все, ну, видите, мы вам предлагаем, а вы не хотите, мы предлагаем, а вы не хотите. То есть, они хотят поставить украинскую власть в такую ситуацию, что, ну, смотрите, вот, мы вам даем деньги, а вы не хотите брать. И в Украине плохо. Лихо. Ребята, поймите, в политике все мерзавцы, а в международном мерзавце еще больше. По этой причине, когда вот начинают, там, говорить, вот это, нет, нет, никогда не верьте первым словам политики, они врут без конца и края, врут, перекручивают. Во-вторых, поймите, когда политики что-то обещают, еще больше врут. Логика политики следующая, чтобы олигархам было хорошо. Все, больше ничего. Поймите, любой политик, он всегда служит олигархом. Ну, хорошо, давайте, скажем, успешным бизнесменом, если он так легче. Потому что они ее спонсируют, они ее финансируют, они ему рекомендации, то есть он и выполняет. И по большому счету, здесь даже Шольца ругать нельзя. Ну, что он может сделать? Ну, он же ж вынужден выполнять их, не рекомендует. И по этой причине, да, действительно, ну вот сейчас в ближайшее время мы увидим, что Украина будет постоянно давить, чтобы он накапитулировал как можно быстрее перед Путием. Давить будет Евросоюз. Что есть, да есть. А что ж вы думаете? Нет, ну, поймите, это было всегда. Это нельзя сказать, что только сейчас. Нет, это упаляло. Вся история, она постоянно строится на том, что время от времени то одни давят, то другие, то третьи, то четвертые. Здесь вот такого понятия, а вот взяли так, нет. Здесь еще раз говорю, что вот в мире не бывает хорошеньких или плохих. Все мерзавцы. Абсолютно все. И все хотят, так или иначе, и вот по этой причине задача украинской власти защищать интересы украинских олигархов. Вот тогда и нам хорошо. Ну, честное слово. Но вообще, по большому счету, война вот эта затеялась из-за чего? Смотрите, когда был Янукович, да, действительно, тогда... Ну, то есть, смотрите, российские олигархи начали заходить в Украину, и главная, ну, как бы, цель, то, чтобы действительно Янукович полностью пустил на территорию Украины российский олигарх. Кучма не пускал. Ну, Ющенко тем более. Кучма не пускал. А вот тут, да. Ну, после Майдана, естественно, их вытолкнули, и тут вот это вот-вот конфликт. Какие черты там языки. Достали этой бредятины. Деньги. Да, действительно. И, соответственно, обратный ход – возврат российских олигархов в Украину. Хотят. Не получается. Ну, хорошо, давайте вот так вот. Ну, хорошо, оккупация. Вот это вот есть ситуация. Алчность и жадность олигархов не имеют границ. Но их держится экономика любой страны мира. Вот такой нюанс. И вот такой план маршалов. А вы что подумали, а? Ребята-ребята. Продолжение следует...